Приветствую вас, дорогие друзья! Приглашаю вас на кулинарные посиделки. Но сегодня мы, как всегда, не будем с вами тратить время только на готовку, но и займемся очищением лица. Сегодня я хочу сделать именно очищающую маску. День был какой-то просто бесконечно тяжелый и довольно сильно усталый. Это видно по мне сейчас. Но ужин готовят все равно нужно. Успела даже съездить на пробы, на озвучивание мультика. Нравятся мне детские мультики, непосредственность. Если, конечно, хороший сюжет. И персонажи похожи на людей. То, что, конечно, когда вынос мозга, непонятно, что за существо, озвучивать его не очень-то приятно. Так, значит, что я хочу сделать сейчас? Приехавши домой, я умылась полностью, сняла в три этапа, соответственно, солнцезащитное средство, тональный крем, который был у меня на лице. Для тех, кому интересно, каким образом я снимаю косметику, оставляю вам вот здесь, вот под восклицательным знаком ссылочку. Посмотрите, пожалуйста, подробно. Сейчас я умылась, ничего больше пока не наносила, кроме вот такого увлажняющего миста. Но от Новосвит. Минерального миста. Ну, фактически, это минеральная вода, да. Он у меня уже заканчивается, кстати. Скоро будет в пустых баночках. Расскажу вам о нем, как он вел себя. Наношу его просто вот так вот на очищенное, умытое, хорошенько, да, очищенное в косметике лицо. Волосы еще мокрые. Еще пока не высохла. Дальше стараюсь понять, испытываю ли я ощущение стянутости. Сейчас нет такого ощущения стянутости на лице после умывания. Это очень хорошо. Это значит, у меня правильно подобран уход. Посмотрите, пожалуйста, видео о моем уходе. Кожа у меня смешанная, для тех, кому интересно. Это самый сложный тип кожи, чувствительная и смешанная. Это когда на Т-зонах бывает часто слегка жирновато. И вот здесь бывает очень сухо. И бывают высыпания какие-то аллергические. Поэтому эту маску, которую я буду делать сейчас, я проверила уже несколько раз. Не знаю, почему, кстати, я вам о ней не рассказывала. Очень хорошая маска. Приобрела ее на нашем юге. Вот такая грязевая масочка. Буду ее использовать. Тамба. Презводитель ООО Адонис. Центр научно-практической гомеопатии и традиционной медицины. Вы сможете найти ее в Сочи, в Анапе. В общем, на нашем юге. Это точно. Но также я думаю, что она сейчас уже, там ботинская грязь, очень-очень популярная. Поэтому вы легко можете ее заказать в интернет. Видите, она пачкается очень сильно. Как она выглядит внутри. Вот прям, прям такая грязь-грязь. Настоящая. У нее довольно сложный такой аромат, конечно. Такой он и должен быть, поскольку это все-таки настоящая грязь природная. Маска очень хорошо чистит. Не могу сказать, что омолаживает, хотя написано, что омолаживающе, да? Но на самом деле это грязевая маска с добавлением, ну, довольно большого количества компонентов. Например, зеленый чай, мята перечная, мед пчелиный, глицерин, увлажняющий компонент, эфирные масла апельсина сладкого. Ожидаемые эффекты смягчения, питания, повышения упругости и эластичности, отшелушивания. То есть фактически это очень-очень такая сильная, мощная грязевая маска, которая еще и питает и одновременно отшелушивает. То, что я чувствую, моя кожа нужна. Для того, чтобы ее набрать, как следует кисточкой, буду вот такой вот пользоваться, я буду использовать вот ту же самую жидкость, да? Ту же самую термальную воду, о которой только что вам говорила. И просто вот так туда буквально, прямо чуть-чуть, попшикла, ее перемешаю. И потом нанесу аккуратненько кисточкой на все лицо, исключая область, естественно, вокруг глаз. Она очень сильно стягивает. Если кому-то не хватает тех эфирных масел, которые содержатся в грязях, да, которые вы наносите на лице, если, конечно, вообще в них содержатся, если не содержатся, никакие добавки, очень рекомендую вам. Используйте, пожалуйста, дополнительно масла. И я нанесу ее на 15 лет и минут, может быть, даже 10, не знаю, посмотрим, как сегодня она будет на мне застывать. И в процессе, соответственно, ее засыхания я буду готовить. Сегодня мы будем делать с вами голубцы. Это очень быстрый рецепт. Поэтому в то время, пока эта масочка будет на мне работать, голубцы мы уже сделаем и поставим с вами в печку. Сегодня у меня будет быстрый ужин. Если кто-то думает, что ленивые голубцы это долго, нет, ленивые голубцы это для ленивых. Сейчас вам все покажу. Еще разочек сбрызну лицо термальной водой. Очень советую вам это делать. Для лучшего проникновения средства в слои кожи обязательно нужно увлажнение. Для того, чтобы вода как бы немножечко затягивала. Начинаем наносить масочку. Аккуратно она очень пачкается. Поэтому, наверное, честно говоря, сразу надену вот этот вот фарточек. Так, кстати, да. Мяснов отдохни. Сеть у нас такая есть в Москве. Думаю, что эта сеть уже сейчас есть во многих городах. Ну, кстати, напишите, есть ли у вас такие магазины для тех, кто смотрит меня в других городах. Надеюсь, вам не мешает музыка, которую я включила, просто бы так как-то немножечко проснулся. Очень устала сегодня. И этого вполне будет достаточно. Сейчас, может быть, знаете, еще наносить немножко побольше нанесу вот сюда. На шею далеко наносить не стоит. То есть, вот до этих пор. Вообще, похоже на фильм «Маска», да? Вот как-то так. Хватает этой табатинской грязи, ну, прям надолго. Вы знаете, я, наверное, уже раз пять, наверное, ей пользовалась. Вот такая малюсенькая баночка, 50 грамм здесь, да? И вот, ну, прям долго довольно. Она вот, знаете, как масляная такая. Ну, и не мудрено, потому что там все-таки довольно много питательных веществ. Но она очень сильно засыхает. Поэтому вокруг глаз, пожалуйста, друзья, не наносите такие маски грязевые никакие. Обязательно добавляйте, повторюсь, масла. Так, очень плохо, кстати, от нее кисточки отмываются. Потому что она настоящая. Там очень много всяких веществ натуральных, которые очень плохо отмываются. Чтобы не пересушить кожу под глазами, я уже вся в грязи. А я буду использовать крем. Крем от Vitex. Производитель, как вы знаете, белорусский. Ретинол и магний. Постоянно держу его где-то под рукой на кухне, чтобы можно было в любой момент нанести на глазки, чтобы защитить очень тонкую кожу век. Ретинол. Это витамин А. Как я уже говорила вам, он очень здорово подтягивает, обновляет кожу. Ну, прям, вещь очень хорошая. Поэтому очень советую вам искать и находить крем с витаминами А и Е. Ну, а в этом в другом ролике. Я красивая красотка. Я знала, что тебе понравится. Дочка уже оценила. Говорит, красавица. Хорошо. Теперь можем приступить к приготовлению глупцов. Какие ингредиенты нам понадобятся? Я готовлю на несколько человек. Еще к нам иногда заходят дети, гости, поэтому я сразу готовлю побольше. Здесь мясо индейки и это куриное мясо. Значит, здесь получается 600 грамм и здесь где-то 450-500 грамм. Присаливаю по вкусу. Использую морскую соль. А вы можете использовать, естественно, любую. Здесь замочено 3 кусочка белого хлеба в молоке. Я обычно замачиваю, вот видите, там молочко. И потом отжимаю вот так вот лишнее. Перемалываю вот так вот просто ручками. Он становится уже мягкий. И кладу в фарш. 3 сырых яйца добавляем в этот же самый фарш. Далее буду добавлять вот такую вот приправу из iHerb. Это Bob's Red Mill. Очень вкусная приправа Season Mix. Ну, вообще, это бен суп написано. То есть, для как бы горохового супа. Но, на самом деле, здесь сезонные овощи. Очень много различных овощей. Сушеные, мелко-мелко перемолотые. У нее очень сильный аромат. Очень советую вам ее приобрести в iHerb. Поставляю вам ссылочку на скидку 5%. Потому что я там постоянный покупатель. Буду добавлять ее, ну, буквально, буквально четверть чайной ложки. Всегда пересыпаю в такие вот прозрачные баночки. И кладу туда кусочек от упаковки, чтобы знать, что там. Поскольку приправ у меня довольно много. Зубчик чеснока буду добавлять. Естественно, раздавлю его в чеснокодавилке. Буду добавлять чуть-чуть ароматного перчика. Свежего, да, смолотого. Фарш у нас готов. Теперь нам не хватает здесь только капусты. Я натираю капусту на терке. Если она плотненькая, вот такая вот, да. Если срезать вот такой кусочек с нее. И посрезать вот эти вот листики вялые, которые наверху. То она становится такой прям плотной-плотной. Ее очень хорошо тереть. Его можно делать как капустные котлетки. Точно так же можно добавлять и голубцы. И вот весь этот качанчик полностью сотру в порошок. Вот так. Все, что осталось от этого качанчика капусты. Теперь мы смешиваем вот этот фарш капустный с этим фаршем мясным. Мне кажется, у меня многовато получается. Наверное, добавлю для плотности еще одно яичко. Так они будут лучше держаться. Так, и опять все перемешиваем. Ленивые голубцы. Голубцы для ленивых. Ну и уход сегодня у нас на самом деле с вами тоже для ленивых, да. Потому что в этой масочке, эта ботинская, там уже все смешано. То есть мне не нужно плясать с бубном для того, чтобы сделать тебе грязевую маску. Таким образом я уже могу быть спокойна, что кожа не будет сильно пересушена. Потому что там есть масло. Так, фарш готов. Теперь будем делать соус. Мы будем с вами запекать все эти голубцы в духовом шкафчике в соусе, который состоит из сметанки. В данном случае я взяла 15% на сметану. 100-100, может быть, 25 грамм. Цимус состоит в том, чтобы голубцы были полностью покрыты вот этим вот вкусным составчиком. В смеси с томатной пастой и сметаной. Главпродукт, томатная паста, она понадобится нам отсюда где-то, может быть, ложки 2-3 столовые. Вот гаджет американский. Обещала вам периодически рассказывать о гаджетах, да. Это открывалка для тех, у кого есть. Наверное, посмеется надо мной. Но на самом деле я не могла понять. Мне муж раз 10, наверное, показывал, объяснял. Я считала, что он волшебник. Вот просто волшебник. Дочка тоже моя мучилась. На самом деле, когда открываются вот так вот, открываются эти две ручки, то вот здесь два колесика раздвигаются. Вот, смотрите, видите? И вот сюда нужно попасть краем баночки. То есть вот так вот, вот таким образом и закрыть. И она держится, видите, сама. Я кручу по часовой стрелке. Как только она начинает слишком легко крутиться, это значит все. Вы уже прорезали достаточное количество. Дальше мы опять открываем. Она высвобождается. А вот здесь есть, видите, такой носик, похожий на клювик птички. Вот этим клювиком надо зацепить вот этот самый уголочек. Просто за угол зацепиться. Вот этим, видите, уголочком зацепляюсь. Поднимаю. И дальше чудо происходит. Я не могла никак понять, как же это происходит. Эта смесь делает их очень нежными и насыщенными томатно-сливочным вкусом. Очень интересная такая вот смесь. Я сама ее сделала. Как-то попробовала пару раз и мне очень понравилось. И тоже угощала своих гостей. Они сказали, что это, конечно, находка находок. Не нужно покупать специальные какие-то соусы. Там полутоматные, полусметанные. Можно добавить сюда такие же самые приправы, которые вы добавляли в фарш. Ну, либо что-то другое. Для аромата. Специи эти очень ароматные. Много не нужно. В эту жаровню жаропрочного стекла я залила чуть-чуть масла. В данном случае у меня чудесное семечко. Обычное подсолнечное масло. Оливковое, мое любимое, закончилось. Поэтому буду использовать то, что есть. Кстати, расскажите, как вы отмываете. Я не могу вот с такой вот злостной гарью на вот этом жаропрочном стекле справиться. Какими-то очень сильными химикатами не хотелось бы пользоваться в посуде. Поэтому, кто знает, как это вот все отмывается. Вот такие точечки. Они очень-очень тяжело. Посуду мощная машина их не берет. Буквально вот так вот. Чтобы они немножечко вот были такие формы. Имели вот такую вот. Буду их сажать в эту корыту. Так, стеклянная. И далее будем запекать в духовке, которую я уже сейчас разогрела. На 180 примерно градусов. Так, закроем крышечкой это все. Чтобы это именно пеклось. Когда уже это запечется внутри, как бы приготовится, вот тогда уже можно открыть будет эту крышечку, чтобы сверху как бы образовалась у них корочка. Для тех, кто любит с такой вот корочкой. Ну, наверное, мужчинам, да, понравится. В принципе, смотрите, если вы, например, хотите готовить без масла, вы тоже можете их приготовить без масла. Ну, практически без масла. Например, взять совсем прям буквально чуть-чуть. Ну, например, чайную ложку растительного масла. И потом просто разбавить это все водичкой и поставить томиться в печку. Точно так же. Поскольку в мясе все равно есть жир, который будет растапливаться по чуть-чуть, они не будут сухими, они не пригорят. Теперь мы покрываем плотным слоем на каждую котлетку, делаем такую вот крышечку на каждый голубец, да, такую вот. И она там дальше уже сама будет на ней запекаться, ее пропитывать будет. Теперь мы это ставим в печку и начинаем снимать маску с лица, поскольку, я чувствую, она у меня уже подсохла. Вот немножко гудит плита, духовка. Я уже смыла масочку. Вы знаете, какие ощущения? А приятные очень ощущения. То есть такая кожа, казалось бы, должна быть, вроде бы, знаете, после грязи какая-то стянутая, да? То есть после глины. Нет, такого ощущения нет. Вот это все за счет этих масел, за счет этих добавок. Ощущение напитанности, что ли. Она смывается водой, но теплой. Помните вот эти перчаточки, которые я вам показывала в своих приобретениях? Я умываюсь ими. Они потрясающе снимают все-все-все маски. Потом они промываются настолько качественно, у них не остается вообще никаких следов даже глины, грязи, чего-либо. Для того, чтобы смыть окончательно такой сероватый оттенок с кожи, это оставляет там ботинская грязь. Я воспользовалась вот таким вот тоником комплимент с витамином С. В качестве тоника с легкой такой аскорбинкой очень даже неплохой. Это наша отечественная компания. Он оставляет чуть-чуть липкий след. Все тоники с аскорбиновой кислотой оставляют легкий липкий след. Но зато он прекрасно тонизирует кожу. Практически не имеет никакого аромата. Так что вот им я и досмываю масочку. После использования этой маски и до смывания вот этим тоником, честно говоря, даже нет желания не наносить никакой дополнительно крем на лицо. И вплоть до своего вечернего ухода я больше ничего не наношу, кроме вот этого, соответственно, крема под глаза. Для того, чтобы за домашними делами просто не забыть о своей чувствительной нежной коже вокруг глаз. Ну вот, друзья, смотрите, какая красота получается. Вот такие вкусные, ароматные, ленивые, ленивые глупцы. Видите, сколько сока дает капустка. И она запекается, получается, вместе с этим соусом получается вот такая вот целая запеканочка из голубцов. Это очень вкусно. Присылайте, пожалуйста, мне свои рецепты. Было бы любопытно узнать, что готовите вы. Такого вкусненького и довольно простого, несложного. Спасибо большое, что были со мной этим вечером. Обязательно подписывайтесь на новые видео. Вас ждет очень много интересного. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока!